Добрый день дорогие друзья, с вами снова Андер Укун. Мы продолжаем наше приключение во вселенной Феникс Пойнт. Будем пробовать пытаться оправиться после потери важного бойца. В общем мы выехали защищать здесь убежище. Ресурсы всегда хороши. Три цели сразу есть, надо теперь провести разведку. Ну, роботов я уже боюсь даже меньше, чем пандоранов. Как это ни странно, потому что они эволюционируют судя по всему и остаются тем же самым. Вот такие дела. Качи сам как-то многовато хелсов. Мы это дело поправим. Так, ну сначала, как водится, разведка. Смотрим по сторонам. Где есть еще цели. Четверо там сидят. Вот он, пятый. Так. Ой, а че ты так не бегаешь? Алина. Про скауте нам вот здесь. Кто у нас еще с клевой головой? Ох, Кажан. Что-то пока мало чего нового мы видим. Видим только этих пятерых. Угу. Ну, Женя. Так. Опять же, боевые стимуляторы, мы назовем это так. Давай, дроне. Возвращаемская тактика, конечно, но что поделать? Это очень хорошо работает. Так, ну что. Поехали зачистку устраивать. Собственно. Сейчас кого-то увидим. Стопудово. Нет. Ох, Вау. Беда в том, что у нас нет права на ошибку теперь. У нас остался всего один. Читерный класс. Это сложно, чтобы выстрелить вот так. Один. У нас нет права на ошибку. Поэтому надо все делать с первого раза и все делать правильно. Подтормаживает каждый раз, когда игра определяет доступные ходы. Ух ты, ух ты, какая Элизабель бронированная. Это проблема. Должны убить, по идее. Двадцать. Семнадцать на десять. Нет, не будем рисковать. Мы так Эдот потеряли в итоге. Нужны бирсы с перками. Вот так вот с бронированными ребятами будет непросто теперь. Если артроны начнут появляться с сорок брони на каждой части тела, мы тоже будем в тяжелой ситуации. Ну а, опять переживающий противник. Все. Здесь все оказалось достаточно просто. О, ну надо же. Броня и Алина апнулись. Какая прелесть. Всего четыре очка дали общих очков умений. Как-то бедно. Так не раскачать новичков будет. Не, ну в принципе я их возьму с собой на миссии в будущем. И начну быстренько поднимать. Ну да, ребята чуть-чуть обиделись на самые главные ресурсы, тапки, прочий всякий скарб. Так. Диван налетит. Да, с безрассудностью она. Да, молодец. Диван налетит на базу. О, мы начали наконец-то от тумана избавляться. Это здорово. Так, броня. Психическая защита теперь есть. В остальном пока ждем. И Алина. Да, качать и качать еще. Теперь всех остальных. Роман. А, Роман сейвит. Я понял. Все. Роман сейвит очки. Пока что. Хотя можно жажду крови взять. Или уклонить. Смысл. Подрыв. Вот подрыв можно взять, да. Потому что у него уже есть гранаты. Тридцатка есть. Я думаю, у него скачается. Земв. Точность. Нет. Но точность я скорее всего возьму. Потому что снайперы сейчас переместились из дамагеров в разряд тех, кто просто... Как утилити используется. Бомбардировайся, не нужен. Все. Эйс, поздравляю. Ты плюсик. Туда можно отправлять на базу уже. Ты готовый. Парень. Единственное, что, наверное, плюсики я тебе вначале пропишу. Кожан. Накачивается. Останковое оружие можно использовать. Еще чуть-чуть здоровья. Женя, 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 Женя. Накачивается. Алина, мы вкачали. Так, можно кого-то взять взамен Эйса. Да, кстати. Вполне. А где Мантикора? Улетит Мантикора. В Северной Америке я должен был скан кинуть. То есть, этого я кинул его. А, нет. Это закрытая тумана, ребятки. Ну, молодцы. Так, ну что, Эйса отправляем тусить на базу. Эйс это наш теперь. Неприкосновенный резерв. У нас еще противотуманки закончатся. Судьба делается. А, это лазер на спину. Все. Хорошо. Метогена как-то мало. Можно бы подумать, на самом деле, о захвате пандоранов. Еще живем. Ну, посмотрим. Так, ну что, Эйс. Поздравляю. Снаряжение мы тебя лишать не будем. Ты у нас сидишь на базе. Если что, эту базу дефаешь. Блин, ну что за тупость, конечно, с этой броней. Что с ней нельзя использовать танковое оружие. Такой бред. Главное, ну, даже с нейронным туловищем не написано, что можно использовать. О, 3-го поколения позволяет создать оснастить его любым крепящимся оружием или манипуляторами. О, вот что Эйсу нужно. Эйс, конечно, будет очень странно выглядеть в своем аутфите. Многие с невосприимчивости к слизи. Тогда можно и пропеллеры ему дать. Ну да, потому что... Окей, это надо запомнить. Кто у нас еще второй такой хэвик? У нас второй хэвик... Роман. Кстати. Потому что тяжелая броня не играет никакой роли. Играет роль и только... Утилити солдат. Соответственно, мы должны еще две судьбы сделать. Противослизевые у меня есть в запасе. Хотя я часть продал в итоге. Так. Смена идеального отряда. Не зря же мы ресурсы получаем. Эйс, добро пожаловать домой. Забрать у тебя пулемет. Да нет, сиди с ним, он бесполезен все равно. Будем собирать армию. Крутую армию. Окей. Кто следующий после эйса пойдет? У нас есть второй жрец, кстати. И жреца второго хорошо было бы раскачивать тоже. У нас есть техника. С туретками. У нас есть Ивна, которого мы качали. Снайперша. А что она из себя представляет? Бомбардир. А что эта броня из себя представляет? Она дает точность, кстати. И она увеличит переносимый вес. Интересно. Инна, ты интересный получаешься персонаж. Инна, мы берем, короче, на раскачку. Где она? Инна. Снайперша. Окей. Так. Но надо следить за нашими заменами. Которые здесь растут. По снаряжению. Боже, я до сих пор это еще где-то у кого-то таскаю, да? Сдай в лом этот бесполезный хлам. По поводу головных уборов. 18, 7, 15. Да, шапку можно менять. Модуль обнаружения. Кстати, модулей надо заказать пару штук. Вот так. Очередь производства. Ей имя. Да, ей, кстати, станковые можно тоже будет дать. Дальновидности у нее есть. О, кстати. Кстати, кстати, кстати. Что может для нас Инна сделать? Кстати, вот лазерная снайперка. Инна может поработать шокером дополнительным. Выглядит неплохо. По броне. Что у тебя за броня? 20 минус 1, 10. Скрытность. Нет, скрытность нам не нужна, я думаю. Без этого пойдем все дело. Ага, 12 аптечек. Да, ну и ну качать и качать еще. Ну, конечно, долго будет у нас качаться, но она, в принципе, неплохо уже набрала. В итоге у нас в составе остается Женя из Хэвиков. У него есть гранатомет. И Роман. Есть гранатомет. Хороший Хэвик вообще просто. Суперский. Да. У него подрыв уже взят. А у Жени? У Жени тоже подрыв взят. Жени уже почти докачан, кстати. Окей. Ждем исследования всякие. Интересные. Где-то тут я только что вопросик видел. Вот он вопросик. Можно, кстати, дождаться часа, чтобы восстановить выносливость. Отлично. Противотуманки сделались. Полетели. Да, будем собирать свою маленькую армию. По итогу фракции еще пока не перессорились окончательно, поэтому... Я вот не знаю, если только за счет войны фракции я смогу как-то с Синедрионом задружиться, сильно получить их техи, а потом украсть у них два летака. Это будет, наверное, идеально. Отлично. Дивану доставили в тренировочный центр. И нам, кстати, склад скоро еще один понадобится. Такими темпами. Какая база у нас самая безопасная? Наверное, база в Шотландии... В Ирландии. Да. Наверное, база в Ирландии. Самое безопасное место. А она забита уже. Здесь центр подготовки не нужен. Мы часть ресурсов вернем. Где тут склад? Вот, 200 и 0. Все, стройся. А Монтикора все-таки полетит в Северную Америку сканить. В Ниджерике мы сканить собирались. Судьба 3. Непорочная, ночь средней. Прекрасно. И невозможно стоит голову приделать на... Восприятие... Нет. У нее станковое оружие. Так что никакой головы у нее будет уловище. Окей. Пауэрлифтер еще... Юзабельная штука. Хотя бы. Буду ли я кому-то ракетницы давать, которые стреляют навесом? Ну, не знаю. Там урона очень мало, хотя есть разрушение брони. А вот лазер это прикольная штучка. Я, конечно, выбухиваю кучу ресурсов в это, неизвестно зачем. Но мне кажется, что будет хорошим дополнением. Потому что, тем более, способов разрушения брони у меня много. Там 240 урона за очередь получается дополнительно. Это серьезно. Так. Но выбросили нас, конечно, не очень удачно. Четыре коробки здесь, одна здесь. А что так бедно? Хорошо хоть синеньких. Ого, синеньких. Тут три сотни. Две сотни желтых. Ничего себе. Так, а часам? Сейчас мы тебя бафнем. Один жрец. Ой, как хорошо. Так, там броня как раз у Качи сам еще работает. Тридцатку снимешь. Я 22, потому что вверх же. Это добавило нам урона хоть? Да, единичку добавила. Окей, все. Больше нельзя. Инна, помнишь, ты с нами когда-то лазила? Очень интересно. Так. Женя. Давай, прыгни сюда. Клевая штука для разведки этот. Джетпэк. И осмотрись, пожалуйста. Ага, первую цель ты видишь аж вот здесь. Ну такое себе, честно говоря. Роман, чекни вот это подворье. Что, никого? Что, никого? Что, серьезно, что ли? Опа. Кого-кого? Снайпер тут сидел в засаде. Кожан что-то прорычал. Опа. Еще один хейр. Блин, они все что-то как-то далеко друг от друга сидят. Это вот плохо. О, у нас теперь два джетпэкера, кстати. Алина может слетать тоже на разведку. Не, ну эти артроновские ноги. Это такой степ, конечно. Зелф, а чекни мне вот эту вот часть. Что, нет никого, хочешь сказать? Слушай, Роман, про чек этот угол, знаю я, как это работает. Нет, это не так работает. Окей, кача сам. А потом бежим аж вот сюда, да? Ну, что ж поделать. Так, быстрая зачистка. Теперь всплеск адреналина. У нас будет три хода, в принципе. Вот через всю карту можем бежать. Разломали. А, ну да, это один ход, так что проблем у нас быть не должно, по идее. Ух ты, он с ковырялкой. Смешной какой. Ну-па. У кого ты видишь нового? О, промежуточный парень. Как ты тут хорошо стоишь. Еще кто-то, да? У-у-у, какая прелесть. Давайте лут-лут-лут мне нужен. С вас всех. Кого ты там увидела? Что-то я не понял. Угу. Хорошо, хоть у них здоровья мало. Еще одна цель. Где? А вот здесь, вот, среди деревьев, они все попрятались. Да, в туловище мы уже не пробиваем майка Клеменса. Убили в ногу. Это жестко. Машину сломали. И без того поломанную. О, лут хотя бы один. Что-то, блин, конечно, с лутом. Создатели сильно обижают. Тут бы, по идее, Квипа получить прорву с этой миссией. Ну, да ладно. Несколько ресурсов и так есть. О, у вас паника. Вам весело, ребятки, я смотрю, да? Да все нормально. Да, главное своих не засыпить случайно такими выстрелами. Вот смешно будет. Ой, какая голова простенькая. Разломали еще половину здания в процессе. Так, ну что, это последний из тех, кого мы увидели. По идее, должен быть последний вообще. Да, отлично. Очередная тренировка выполнена. Четыре очка. Ну, четыре. Ну, елки-палки. Я так никогда не раскачаю взамену для Эда, конечно. Разве что в очень скором времени начну брать на миссии и просто зачищать всю карту. Триста, двести, прекрасно. Еще какие-то там станнеры. Патроны к дробовику. Лут просто космический. Настолько слоты забиваются на складе. Ну вот. Мы уже этих три нейтрализатора собрали. А, один Эдов был. Сори. Забыл. Так, ну что, Кача сам. Ты пока у нас неизменный. Член отряда. Незаменимый. Алина. Что Алина? Скорость? Алине надо качать без скорости. Тут как бы... Что она может? А, не, а рывок надо взять. Это может повлиять сильно на полезность. Именно... Пока качается в направлении рассказать всем, кто что как сдурел. Берсаи надо брать. Берса. Майнд контроля каких-то не было. Роман. Копишь пока земф. Да, наверное, осторожность будем брать. Дроня, а что дроня? Я не прочекал про психическую защиту. Надо не забыть в этот раз. Так, у нас закончились точки на карте, которые мы грабить можем. Вот есть одна. Технология прерывания сигнала. Да, противотуманки пока разогреются. Пройдет бездна времени, конечно. Там Монтикора поехала сканить Америку. Почему у меня место на складах увеличилось? А я склад, видимо, уже строил. Окей, как скажете. Может, второй спутниковый поставить. Ой, да ладно. Ага. Добро пожаловаться в ад. Сотни трупов. Обыскать тюрьму, конечно. Выносливость 10. А потеряли ли? Нет, не потеряли. Окей, хорошо. Как скажете. Да, вот тут база противотуманками только и жива. Давай полететь. Дальше смотреть. Смотреть. Непорочные с ресурсами. Вот все просто. Ага, чипы Артрона. я помню мой моё первое шоковая еще в первой компании когда артрон ставит чипит такой что с тобой делать но ничего оказывается совсем можно справиться вот только собственными ошибками надо тоже уметь справляться так что за карта синенькие синенькие 5 коробок всего на карте вы узнаете ли три синеньких два желтеньких и на правда синенькие эти опять синенькие ресурсы они стоят в обмене на то есть везде поменять так вот он защищает mind control и защищает себя в том числе отлично то есть жрецу можно перса не брать можно брать штурма для мобильности тем более что он у нас дробовики с бонус уроном хотя и дробовики мы и так таскаем да хоть снайпера можно брать честное слово ладно посмотрим так во первых внушай 58 урона сохранили до 23 хп на давай посмотри сюда сейчас опять по-моему джетпэкеров буду закидывать куда-нибудь да судя по всему а что делать это может быть та миссия где я опять дам один ход противнику сделать опять ребята скучить джипов до женя ты куда можешь своим джетпэком интересно залететь да никуда он особо интересно залететь не может ой ну да это будем страдать я чувствую что карта большущая на за один ход цепочку и находим для расстрела мы будем прятаться от машинок злобных о есть о но как то есть не есть так хочу сам туда только запускать и надеяться что она пробежит так а на вторую машинку какой-нибудь снайпер может кинуть обилку нет конечно не он роман еще есть конечно со своими дамагами ничего то чувство что с первого же хода мы забег устраивать не будем что-то мне подсказывает что мы будем сидеть в засаде это похоже на то хотя к часам наверно может тут по всей карте ломануть она одним рывком не добегает до этого все но она добегает до машинки насколько я помню мы ломая труп машинки потом можем еще и можем еще и получать очки воли за труп а ну-ка земф ты же сломать можешь на броню здесь из-за толкти плейс холдер текст минус 80 броня как так 80 брони спилить умудрился передней части полтинник и вверхи а типа проникающий выстрел у тебя получился на ладно земфи восстанавливайся дальше к часам стенденбай да давай рыбочком вот этой чертовой пачи пошло 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 может она кого-то увидит а нет здесь никого типа так я взял действие не пройдут напрасно на самом деле но такие слушают и даже дан чего можешь это все добить я уверен да может 44 на 6 вот так вот одной очередью идеально просто рискнем одним ходом пробежать да да а детка да расскажи мне о том как вас здесь нет все вы здесь есть сидит шуршит ноги басы свисают ты посмотри на него сколько тут вкусных целей машинку можно даже на потом оставить так немножко рискованно будет здесь кутя хп 190 снайпер тихо тихо все хорошо еще одна тача да так вопросов выбрали о бронированная марлен меж возвратного выстрела нету правильно моей ситуации неплохо бы почаще как параноид блин вот это засранец засел тут очень круто кстати засел этот засранец у него ноги не бронированные но хп до фига у тебя есть возможность пострелять в него да интересно почему подсвечивает машину очень любопытно у нее все равно нету подрыва по моему алину или есть нету вот интересно что это за фигня такая жаль не видно куда ты стреляешь кто у нас там еще есть блин а уже нету этого он же не берс стоп стоимость оружия с которым вы можете обращаться что если использовать подрыв а потом быстрое прицеливание это повлияет на гранатомет на гранатомет нет на лазер да любопытно а не можешь ты без вижу на стрелять странно их подсвечивает вообще очень странно игра не тормозит так не роман тут никак не таки нет эту гранату потому что ну как бы совесть надо иметь отношение к человеку ну да тут дистанция огромная карта реально большая ладно или алина ты пыталась я на этого с крыши надо скидывать парня в любом случае надеяться на то что наш дробовик весь уйдет многие ему нормально все будет переживай ты его там ноги он на них сидит давай стоять возврат к нельзя этого делать вот просто нельзя я могу ему руку отстреливать мне нужно будет пять попаданий и тогда он ответить не может да отлично вот это был бы сейчас момент кстати вполне можно по моему кислотником его добить 44 на 6 не бесполезная пуха а вот теперь начинается самая задница в плане того что мы ни до кого не добегаем мы добегаем только до машинки правда стрелять не в два раза можем тем же самым дробовиком а нет у нас еще есть этот ход один у нас не полностью потрачен этот ход то есть если мы сейчас прыгаем у нас два выстрела по машине есть понять может нам с этой машиной помочь чем-то именно могла бы помочь если бы она ее увидела нам мало марку повесить вот уж не думал не гадал что именно джипоны будут для меня большой проблемой именно ты молодец куда только вернули в строй ты помогаешь так мы без слома брони будем по шинам стрелять убить машину в шины прикольно да нормально все будет надеюсь стоп 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 у нас проблема мы будем выбивать 38 на 480 плюс 50 процентов это 190 не должны убить за два хода без и мы бы тут остались на бобах но она сразу рванула кстати шикарно два таких неприятных момента были поэтому мне нужен второй минимум второй берсерк бойник еще желательно парочка штурмов которые могут накинуть очков действий то я тоже не знаю откуда они берутся учитывая что цитадель этих товарищей я разрушил мега бронированная хеллен могла бы быть проблемой кстати если бы не голова машину мы можем просто за три хода распилить без всяких меток а можем ли мы без всяких меток как же нужен парнишка с этим с пулеметом вообще мы можем как нить эту машину глядеть нет конечно ой не хорошо может увидеть этого на машину машина никогда при всем желании стоп вот так вот что значит нет подходящей цели а вот это что скажем ты чё жан ты не расстраиваешь мягко скажем а он центральную точку не видит потому что вот теперь видит фух конечно несколько нелепо выглядит да не мисс все в порядке успокойся остался последний несчастный дороги эти ресурсы обходятся но они того стоит три сотки синеньких фух главное не повторилась трагедия с этом потому что вот тот пацан который там сидел на крыше вообще надо было на самом деле дропнуть его убить все остальное он бы запаниковал спокойно к нему можно было бы вернуться на следующий ход с гранатами со всей фигней а тогда шокерская винтовка патроны нейтрализатор очередной нормально у нас 2000 синеньких можно кстати поменяться здесь вокруг поездить то что доктор прописал за 200 мы отдали 40 технология прерывания сигнала блин ну то что вели секции не работают просто от слова совсем конечно такая тупость ой не ребят идите вы с таким обменным курсом что-то вы 7 синедрионе там подфигели от собственно крутости я смотрю то и не только в синебрионе ладно фиг с вами проще ресурсов просто настрелять к вопросу она стрелять во первых надо восполнить запас дробовиковых обоим но собственно намененные ресурсы туда и пошли к часам знаком равно будем отображать нашу имба элиту можно и бомбардиров взять на самом деле сделать и пауэрлифтера это потерять на двух скорости здесь точности возможность таскать на спине лазер зачем то но с учетом бронированных целей кстати лазер может очень даже быть нужен так что вот этот перк внезапно может оказаться полезен ну да вот уж не думал не гадал алина у алины воодушевление есть надо не забывать смотреть вообще берсерка надо копить роман двадцатку можно потратить по снаряке у него все ровно потерять урон но получить точность обратно все но с учетом его экипада можно брать осторожность можно брать роман очень хороший получается ну только не хватает третьего мультикласса зем точность в наших новых реалиях это все дроне ты можешь не быть берсом техник жрец любопытно но не очень хотя и хиллер десантник почему десантник воодушевление дополнительное рвок десантник или хэвика вообще убирать зачем у хэвик десантник десантник такой саппорт как бы сокрушение рабом 100 урона всем врагам как-то настолько такое себе воодушевлялку кстати можно вот взять сразу вообще просто просто комиссар так полетели дальше собирать раку ресурсов ой блин разведывай что там антикорка все не долетит никак и на и создание 40 процентов нам намекают что наше время на исходе 8 лабораторий ну что придется ставить еще одну там кстати роботизацию производства да и сделать бронебойная теха там у нее доделывается может помочь им я не что-то еще поисследует да опа синедрион идеально идеально они правда с нью-джериками не очень задолбали вы со своей политикой посреди апокалипсиса ну что ж поделать вписались это все защищать военные силы 12 накрыты туманом 27 пандораны ой как их там штурмуют жестко противотуманки прикроют кстати часть убежищ снижая мощность и так вот мы тут на главной базе уже вон аж где это кстати будет означать что и логово нас ждет стоп вот что нам нам все-таки нужен мутаген силу роману раскачать не дури голову да я понимаю почему ты так с сомнением смотришь на этот пистолетик чувак ну извини дроне супер хиллера с кучей разных пистолетов шокер пистол ну да наверно кожан ох кожан тут с пулеметом с дробовиком пулеметом злостный нарушитель спокойствие у нас этих пистолетов кстати пачка каче сан с нейтрализатором а дроне без рывка да да жаль женя снайперский женя ну потрачу чуть-чуть ничего страшного алина силы потому что вот это вот все но как бы вот это вот все у нее рывок есть прекрасно а ну и на и так со снайперкой шоковы все отлично ну потому что будет очень неплохо если я смогу еще биомасса захватить для апгрейдов да жестко на них там наехали чувствуешь без силы не обойдется 4 часа интересно он работает или обычно ну как бы мы запилили но но она не работает как-то обычно бывает за малом убежище не схватят если к нити самолетики на которых я летаю шансов добраться у меня было бы не было хорошие ресурсы дают ну да ребята обидятся но на это как-то плевать я слетаю потом логово разрушу и восстановлю даже в плюс симметрики плюс 15 вот это очень очень интересно у них там технологии всякие есть так второй самолет поехали роман прекрати смотреть на этот пистолет так я понимаю все твои мысли но блин прекращай не надо блин как все это оружие по на производить я даже не знаю сколько ресурсов главное мне потратиться чтобы текущую армию снарядить всем необходимым чем-то снарядим значит аугментации понаделать тем кто будет со станковым оружием пауэрлифтеров я правда броники там делаю всем ладно разберемся главное же объем ноги сделать о это тормозящие убежище синедриков какая прелесть ну пожалуй мы с этой прелестью будем разбираться в следующей эпизоде надеюсь что этот эпизод вам понравился с вами был Андер Кун пока 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 пока